Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 22 октября. Как всегда, пройдемся по всем знакам и зодиакам и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых Овнов. Карта Император, Старший Аркан. Это прям ваша карта, дорогие Овны. Здесь ваша энергетика, поэтому здесь, в этот день, наверное, нужно будет принимать какое-то решение, брать на себя какую-то ответственность, быть решительными, стремиться добиваться своей какой-то цели, кому-то что-то пытаться доказывать, отстаивать свои какие-то интересы, либо права перед кем-то. Здесь также может быть, знаете, когда перед вами есть какая-то цель, вы хватаетесь за что-то, вы не отпускаете до тех пор, пока вы не добьете своего. Может быть, будете в этот день упрямиться, может быть, что-то будет вас раздражать, потому что здесь вы можете быть вспыльчивыми немножечко, можете даже накричать на кого-то, но, конечно, здесь быстро будете отходить. Еще, если с вами кто-то в этот день будет пытаться договориться, вряд ли вас кто-то сможет убедить в чем-то, потому что здесь вы будете придерживаться к своему мнению, и здесь вы все равно будете пытаться доказать свое. И на компромисс вы в какой-то ситуации вряд ли пойдете, потому что здесь человек не уступает, потому что здесь вы будете проявлять свои лидерские качества, потому что здесь первенство, быть первым, быть главным, быть лидером, быть триумфатором, быть завоевателем, как говорится. И все вот эти качества вы в этот день, может быть, будете проявлять. Силет. Карта Сила, Старший Аркан. Здесь, знаете, быть лидером, проявляться, быть смелым, проявлять свою силу воли, хвататься за что-то, быть целеустремленными, уметь договориться с кем-то. Здесь вот именно, как нарисовано на картинке, это как приструнить любого льва, это как договориться с любым человеком, построить, знаете, это как взаимосвязь с кем-то, это как уметь убедить кого-то своей силой. Но здесь эту силу нужно проявлять именно с мягкой стороны, не давить, не быть жесткими или твердыми. Самое главное здесь, наверное, в плане силы не преувеличить, преувеличить, потому что здесь вот именно нужно, наверное, опираться на свою харизму, на привлекательность, как вы говорите, как вы умеете договориться с кем-то. Вот этими качествами нужно будет воспользоваться в этот день, и у вас все получится. Также эта карта говорит о том, что вы сильнее, чем вы думаете. Если есть какие-то вопросы, начать ли вам что-то, осилите ли вы что-то, получится ли у вас что-то, конечно же, да, хватайтесь, берите, делайте, действуйте, потому что у вас получится разрешиться любая ситуация. Даже если будут какие-то сложности, препятствия, вы их преодолеете, вы сможете разрешаться какие-то финансовые ситуации здесь, потому что здесь вот именно, знаете, быть победителем. и вот здесь вы сможете победить любую ситуацию. Близнецы. Семерка. Семерка мечей. Здесь несколько вариантов, и один из вариантов здесь может быть, когда будет некомфортно находиться в какой-то ситуации. Это как избегать какого-то разговора, избегать, может быть, какой-то компании. Будет не нравиться место, где вы будете находиться, допустим, и вы, может быть, будете как-то уходить от этого, избегать чего-то. Это как пришли куда-то, атмосфера не понравилась, компания не понравилась, это не ваше. Здесь ничего говорить не захотите, а просто захотите молча встать и уйти. Потому что человек будет избегать какого-то напряженного разговора, может быть, здесь будет какая-то дискуссия на какую-то тему, которая вам не совсем зайдет или не будет нравиться, потому что человек не захочет об этом, например, говорить. Вот здесь вот именно как будто убегать от чего-то или избегать кого-то, избегать какого-то человека, допустим, это как вы скрываетесь от кого-то, убегаете от кого-то, чтобы вас не заметили. Например, у вас были бывшие отношения, И мы здесь жили, например, со своим партнером. Может быть, приняли решение, что вы хотите разорвать эти отношения, забрать свои вещи, молча уйти от него. Может быть, он какой-то абьюзер, допустим. Но здесь вы это будете делать стихаря. Допустим, вы знаете, что в определенные часы человек на работе, вы пойдете в квартиру, соберете свои вещи молча, чтобы не видеться с ним, и вы, конечно же, молча уходите. Ну, такие какие-то ситуации могут быть. Также здесь может быть второй вариант, когда кто-то за вашей спиной делает какие-то действия, роет вам яму или, может быть, сплетничает, говорит в лицо одно, а за спиной делает другое, пытается присвоить то, что принадлежит вам лично. Это, может быть, ваши какие-то идеи, проекты. Может быть, это что-то, связанное с вашими ценностями. Вот здесь вот такого человек может на что-то наложить руку, то, что принадлежит вам. Поэтому здесь, как карта дня, как совет дня, наверное, быть начеку. Не делиться с кем-то, не рассказывать о своих каких-то планов до тех пор, пока вы чего-то не реализуете. Поэтому здесь вот именно как будто держать что-то при себе. карта дурак. Карта дурак, старший аркан. Быть налегке, быть свободными, начинать что-то новое. Это как начать с нуля. Здесь вот новая глава в жизни, новый проект, новые интересы, новое хобби, может быть, новые отношения, новые знакомства, новая любовь даже, может быть. Здесь также, когда человек, может быть, очень долгое время носил какую-то тяжесть на своих плечах, когда были какие-то сложности, трудности, и, наконец-то, он от чего-то избавляется. И когда он может, наконец-то, вздохнуть, это как свобода, наконец-то, освободился от чего-то. Может быть, ушел от нелюбимой работы, потому что напрягало. Может быть, вышел из каких-то напряженных отношений или был разводный период длился, и, наконец-то, человек ушел, вышел из них, вздохнул. Закончилась эта глава и началась новая глава вашей жизни. Это может быть, когда человек меняет какие-то направления в своей жизни, пробует себя в какой-то новой сфере деятельности, рискует, берет риск в чем-то здесь. Также здесь еще может быть, когда у вас либо начинаются отношения с партнером, который вас младше по возрасту, допустим. Может быть, он у вас младше, либо он у вас старше. Ну, когда есть разница в возрасте, разница в культуре, либо в религии. Кому интересно, конечно, это может быть поездки какие-то, иммиграции, иммиграционные дела или что-то, связанное с дальними землями. Это, может быть, какие-то дистанционные отношения начинаются. Может быть, вы познакомились с человеком онлайн. Вот. И здесь вот начинаются дистанционные отношения, переписка, допустим. Лев. Паш. Паш мечей. Пажи в раскладе всегда символизируют начало и новые возможности. Ну, давайте по порядку. Что здесь может быть? Это может быть какие-то документальные вопросы. Это оформление документов. Это может быть подписка документов. Это когда вы собираете какие-то документы, заполняете какие-то анкеты, подготавливаетесь к чему-то, потому что это начало планирования чего-то. И вот здесь тогда это все на начинающем этапе только. Когда вы только начинаете что-то. Вот. Здесь также, может быть, будете в этот день, придет какая-то новая идея, появится какой-то новый план действия. Может быть, что-то будете анализировать, собирать какую-то информацию, узнавать для себя какую-то новую информацию, то, чего вы не знали. Может быть, вы будете познавать что-то в этот день, как в плане того, что знакомиться с какой-то информацией, вычитывать что-то. Или обучаться будете. Например, примите решение, что хотите пойти научиться чему-то. Это как проходить какой-то онлайн-курс, допустим, или записываться на какой-то курс. Либо, может быть, здесь, знаете, прояснять какую-то ситуацию придется. Это как прояснить что-то, это как начать что-то делать, потому что это как новое начинание, это как начинаете что-то. Это может быть в плане проекта какого-то, плана какого-то, документов каких-то, обучения и так далее. Если все то, что я перечислила, не связано с вами абсолютно, здесь тогда вы можете заниматься обучением своего ребенка. Это как искать, может быть, репетитора, отдавать его или ее на иностранные языки. Либо, может быть, здесь менять школу, искать какую-то новую школу. Допустим, может быть, здесь релокация у вас. Вы меняете место жительства, и вы будете подбирать какую-то школу для своего ребенка, допустим. Или учителя, репетитора, или, может быть, отдавать его в какой-то новый кружок. Но здесь именно что-то будет тогда связано как математика, может быть, ну, ментальные какие-то могут быть здесь деятельности. Дело. Карта Луна, Старший Аркан. Здесь могут быть несколько вариантов. Здесь может быть уставшесть, здесь может быть недомогание какие-то, плохое самочувствие, лень, когда ленитесь, не хотите чего-то делать, какие-то сомнения, нет ясности, четкости в какой-то ситуации, как будто не знаете, как поступить, либо принять какое-то решение в какой-то ситуации. Кто-то чего-то недоговаривает, либо скрывает, либо вас вводит в какое-то заблуждение, либо вы воспринимаете ситуацию совершенно иначе. Это когда человек пытается убедить себя в том, чего на самом деле нет. Это как смотреть, может быть, на мир через розовые очки. И совет тогда здесь по этой карте, наверное, примите ситуацию, такая, какая она есть, а не пытаться ее менять. Также здесь может быть еще, когда в этот день нужно будет позаботиться о ком-то, позаботиться, может быть, о своих детях, о близких. Это проявить заботу, сострадание, внимание, любовь, поухаживать за кем-то, может быть, кто-то приболеет, здесь нужно что-то подать, убрать, и позаботиться о человеке. Либо здесь, может быть, настроение будет меняться в течение дня быстро, потому что здесь эмоции через край, что-то эмоционально, конечно, будет здесь зашкаливать. Вы будете проявлять эти эмоции. Это также обиды, расстройства. Это может быть, когда кто-то раздражает вас, что-то говорит не то вам. И вот здесь вот именно вы будете выплескивать эти эмоции, показывать это. И поэтому настроение может меняться в течение дня. Но человек здесь быстро очень заводится в этой карте, так что имейте в виду. Весы. Паш. Паш-чаш. Известия, новости. Может быть, новые хобби, интересы, творческие проекты, обучение какое-то, может быть, забота, любовь, внимание. И здесь по отношению к детям, к старым людям. Это когда присматривать за кем-то придется в этот день. Это начало беременности, для кого интересует эта тема. Это что-то связанное с детьми. Это может быть как обучение детей, сдавать ребенка в кружок какой-то. Какие-то творческие таланты, креативные идеи. Может быть, у вас лично, либо, может быть, у вашего ребенка, и вы будете его отдавать, записывать в художественную школу, допустим, или здесь, не знаю, отдавать еще на какой-то кружок, там, не знаю, пение, допустим, или музыки. Музыкой, может, пойдет заниматься. Вот. Или вы будете обучаться чему-то, или менять сферу деятельности, или будете новичком в каком-то деле. Также для вас это может быть какие-то новые чувства, новые знакомства, может быть, любовь. Может быть, вы познакомитесь с кем-то в этот день. Стропионом. Двойка. Двойка пентаклей. Здесь вот нестабильная финансовая ситуация, когда немножечко нужно будет, может быть, знаете, жонглировать как будто вашими финансами, но в то же время как будто нужно будет найти баланс какой-то. Здесь также нужно будет определиться в чем-то, принять какое-то решение. Это также карта выбора. Может быть, это как выбор, во что инвестироваться, что купить, что приобрести, нужно ли вам это на данный момент или нет. или здесь, может быть, брать на себя какие-то дополнительные финансовые ответственности, взять в долг или оформить суду или кредит. Или здесь, может быть, устроиться на вторую работу, потому что очень нужны деньги, потому что здесь, может быть, есть какая-то ответственность, какие-то выплаты, и человеку именно необходимо найти как второй источник дохода в плане работы какой-то, или подработки, или какого-то проекта второго, допустим. Потому что это еще у нас карта дуальности, когда есть что-то одно, и человек хочет создать что-то второе или иметь что-то второе. Может быть, это не касается финансов вообще. И здесь, может быть, что-то касается ваших каких-то ценностей. Но в любом случае, даже если это и отношения, здесь нужно будет найти какой-то баланс, сделать какой-то выбор, определиться в чем-то обязательно. Но здесь именно нужно взвесить что-то. Это не карта риска, так что имейте в виду, здесь не нужно брать риск. Здесь, наверное, все-таки, знаете, построить какой-то план, определиться и, конечно же, принять решение. Привет! Восьмерка мечей. Здесь какие-то ограничения, некомфорт, когда некомфортно будете чувствовать себя в этот день в какой-то ситуации. Что-то вас будет расстраивать, напрягать. Это стресс, это какие-то негативные мысли, негативное мышление, это какие-то ваши блоки, убеждения. Это когда ситуация вас вынуждает находиться где-то там, где вам некомфортно. Это какие-то ограничения, когда вы сами выстраиваете для себя какие-то ограничения. Это как завести себя в какой-то угол. И, знаете, потому что здесь есть какие-то страхи, вы не готовы менять что-то, вы боитесь менять что-то, либо ваше окружение некомфортно, вам будет некомфортно в вашем кругу, в вашем окружении, либо, может быть, здесь ваше окружение вас не понимает, либо какая-то ситуация в очередной раз повторяется с вами, либо это просто ваши какие-то убеждения и блоки. Потому что здесь, знаете, вы спокойно можете поменять ситуацию, но, может быть, не готовы к этому, может быть, сама ситуация вынуждает вас находиться там, где вы будете в этот день, допустим. Но будете чувствовать немножечко какое-то напряжение, дискомфорт испытывать. Козерог. Четверка. Четверка жезлов. Новости хорошие. Известия. Достижения. Праздник. Праздник души. Семейные какие-то мероприятия. Семейная обстановка. Карта дома. Недвижимости. Тема недвижимости может быть здесь. Это как приобретение недвижимости. Это как покупка дома. Новоселье. Это стабильность. Это уже заложение какого-то фундамента. Когда вы трудились, вкладывались во что-то. И, наконец-то, чего-то добиваетесь. Добиваете свои цели. Получаете какого-то результата. Стоите твердо на ногах. Здесь. И вот здесь могут быть какие-то достижения. Когда вы празднуете свои какие-то достижения, свой какой-то успех. И делитесь своими достижениями с вашим окружением. Это может быть семья, друзья. Это может быть также вас кто-то позовет на какое-то мероприятие. Это может быть какой-то банкет, свадьба, вечеринка, веселье. Может быть, это ваша личная свадьба. Может быть, в этот день вы выходите замуж или женитесь. Но здесь, когда вы что-то отмечаете, празднуете. В плане отношений это стабильность. Отношения переходят на другой уровень. Отношения здесь будут прочными, твердыми, стабильными. Когда вот здесь вот именно такой заложенный твердый фундамент. Водолей. Карта справедливость. Карта справедливость. Здесь, может быть, в этот день вы будете оценивать какую-то ситуацию, либо кто-то вас будет оценивать. Либо, может быть, нужно будет принять какое-то решение, когда нужно логично будет что-то обдумать, взвесить, сбалансировать, найти дипломатический подход в какой-то ситуации. Что-то, может быть, будет касаться документов, подписка документов, получение, может быть, каких-то документов. Здесь еще, может быть, если у вас намечаются какие-то судебные разбирательства, допустим, для вас это может быть как получение письма, какой-то информации. Это может быть решение суда, повестка в суд. Или, может быть, здесь были какие-то иммиграционные вопросы, допустим. Здесь, может быть, получение результата по визе, по ПМЖ, по гражданству, допустим. Здесь, вот именно, когда кто-то оценил ваши какие-то тогда документы, и по закону, по справедливости здесь принял решение и выдал вам что-то, допустим. Вот. Или, может быть, вы будете заверять что-то в этот день. Допустим, я не знаю, подготавливать какой-то документ для того, чтобы заверить его потом нотариусам. В любом случае вести себя здесь нужно будет в этот день неэмоционально. Когда нужно включить логическое мышление, когда нужно будет что-то проанализировать, сбалансировать и взвесить тщательно. Может быть, вы не будете знать, как поступить в той или иной ситуации. И здесь тогда лучше не заниматься саморешением, как говорится, а лучше пойти и проконсультироваться у какого-то специалиста. Вот здесь вот, ну, может быть, юрист, может быть, еще какой-то специалист в зависимости от вашей, конечно, личной ситуации. Но смысл в том, что здесь нужно будет у кого-то тогда проконсультироваться, у человека, который вас может направить, вам помочь. Или это как защита. Может быть, на самом деле у кого-то судебный процесс начнется, и здесь общаться с адвокатом, подготавливаться к защите, допустим. Тройка мечей. Здесь могут быть несколько вариантов. Один из вариантов – это какие-то известия, новости, которые вас могут расстроить, обидеть. Это может быть также новость о каких-то потерь. Может быть, здесь еще переживания, стресс, душевная боль, когда вы очень сильно волнуетесь и переживаете прям душевно за кого-то, либо за какую-то ситуацию. Также может состояться какой-то разговор между тремя людьми или между кем-то. И когда здесь человек будет грубить, хамить, отвечать резко, или, может быть, то, что он будет говорить, вам не будет нравиться, здесь может давать эмоциональную реакцию, когда вы сможете, может быть, можете, знаете, среагировать очень остро на что-то. Это может быть по каким-то бытовым вещам, поэтому здесь по тройке мечам здесь человек не зацикливается, зацикливается, поэтому какие-то вот эти расстройства, обиды долго не... Знаете, на долгое время здесь вы не будете на этом зацикливаться, это не осядет где-то в душе. Вот, поэтому здесь быстро человек отойдет в итоге. Но здесь могут быть слезы, могут быть переживания, могут быть плохое самочувствие, когда вот именно, может быть, какие-то кардиологические заболевания, может быть, здесь валерьянку нужно будет в этот день выпить для того, чтобы успокоиться, может быть, сердцебиение сильное, либо, может быть, укол нужно будет сделать, либо пойти в врачу на обследование, там, не знаю, с давлением что-то, или, может быть, это какие-то игловкалывания, капельницы, кровь, может быть, будете сдавать в этот день. Ну, вот какие-то такие острые процедуры могут быть, или приливки будете делать. Ну, тема здоровья могут быть вот такие. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok